Итак, вопрос. Подскажите, пожалуйста, что делать, если на работе отвлекают жалобами и разговорами про то, что не имеет к ней отношения? Например, кто-то рассказывает про свою семью, про какие-то проблемы в семье. И автор этого вопроса говорит, что очень устает от таких разговоров. Скорее всего, усталость, автор этого вопроса, она не связана непосредственно с теми людьми, которые ведут такие разговоры вокруг него. Скорее всего, я могу просто предположить из опыта своего, скорее этот человек уже находится в некотором стрессе. И поэтому всевозможные такие вот проявления какие-то вокруг нас, они могут нас раздражать, вызывать какие-то неприятные чувства. Дело в том, что внешний мир, он во многом является некой такой проекцией того, что происходит внутри нас. Мы, конечно, можем сказать, что внешний мир влияет на нас, но не в меньшей степени мы можем сказать, что внешний мир является неким проявлением того, что происходит внутри нас. Это не новая философия, она многим из нас известна, что человек — это тоже такая некая Вселенная. И когда во внешнем пространстве что-то происходит, это как-то синхронизируется с тем, что происходит внутри. Например, когда дождь во внешнем пространстве, тогда мы можем чувствовать, что и нам на душе становится как бы немножко плаксиво. А когда солнце сияет ярко, то у нас появляется энергия, нам хочется творить что-то такое, делать. Появляются силы и желание действовать, быть активными. И, конечно же, когда кто-то снаружи жалуется во внешнем пространстве, что-то рассказывает о себе, о каких-то своих трудностях. Если в особенности у нас у самих много непрожитых чувств, нам самим трудно, у нас есть какие-то неразрешенные конфликты внутри или в нашей семье, то, конечно же, это может вызывать раздражение. Поэтому в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание на себя и устранить все те препятствия, которые мешают счастливой и свободной жизни. Это можно делать посредством психотерапии, консультирования, духовной практики и в целом заботы о себе. Когда это удается, тогда можно видеть и чувствовать, что внешние факторы не так сильно на нас влияют, какими бы они ни были. Однако, это еще недостаточно. Этого еще недостаточно, потому что очень важно сконцентрироваться и на своем пути. Устранить препятствия для счастливой и свободной жизни — это важно. Но свободная, счастливая жизнь, она может и, наверное, должна, как некое условие, я скажу, должна. Она должна куда-то течь, она должна на что-то быть направлена. То есть мы должны к чему-то стремиться. Должны, прежде всего, самим себе, душе своей, сердцу своему. И когда мы устремлены к чему-то, тогда внешние факторы нас не остановят. Ну, пример приводится такой. Представьте человека, который пытается стоять на велосипеде на двухколесном. Наверное, можно каким-то образом обучиться поддерживать некое равновесие. Просто стоять на велосипеде, не пытаясь обрести опору на земле, а просто пытаясь, так сказать, устоять на двухколесах. Можно этому обучиться, можно чуть-чуть как-то потренироваться и обрести такую квалификацию, такой навык. Но любой человек может быть устойчивым, когда он на велосипеде едет. То есть велосипед — это предмет, который призван перемещать своего, так сказать, владельца, седока из одного места в другое. Это в этом его функция. То есть также и человеческая жизнь, и человеческое тело, и наша работа, и профессия — это всё возможности для самореализации. Если мы устремлены к чему-то, то мы можем чувствовать, что обстоятельства и другие люди, которые нас окружают, они в меньшей степени становятся влиятельными на нас. Более того, очень часто они увлекаются нашим настроением. У нас появляются единомышленники, соратники. Вокруг нас появляется то окружение, которое мы бы хотели. Итак, человек, который устраняет неблагоприятное из своей жизни, обретает свободу и обретает творчество, вот как некое настроение, как некое состояние, он естественным образом захочет куда-то двигаться, к чему-то стремиться. И тогда вокруг него появятся люди, которые имеют схожий с ним вкус, схожее настроение, общие ценности, смысл их привлекают. И тогда это совсем другая жизнь. Вот именно такой жизнью я бы рекомендовал жить самому себе и нашим зрителям и слушателям. Увлечённой, творческой, интересной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok